Время новостей на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. В ближайшие 20 минут мы вам расскажем. В Тимиртаусском детском саду едва не обрушилась стена. Пришахтинский судят лжеполицейского. Четырех человек задержали сотрудники природоохранной полиции. Трещит по швам. В Тимиртаусском детском саду Актелек, построенном меньше трех лет назад на бюджетные средства, просел пол и едва не обрушилась стена. К счастью, никто из детей и сотрудников дошкольной организации не пострадал. Ситуацией разбирались наши корреспонденты. Внутренняя стена и вот прям по шву видно на сантиметров пять. То, что со стеной что-то не так, сотрудники детского сада обнаружили после одного из мартовских проливных дождей. Перегородка в ясельной группе отошла, а пол просел. В тот же день мы утром перевели детей. Это группа первая, младшая. Деток перевели в другое свободное помещение. После этого оповестили Горанов, оповестили Парасад. Это организация, которая обслуживает детский сад. И после двух недель они приступили к работе. Парасад сервис. И результаты видите сами. В настоящее время начаты ремонтные работы. Строители планируют установить новую стену из гипсокартона. Между тем, подрядчики не считают, что допустили строительный брак. И опасности, по их словам, данная ситуация не представляет. По проекту был замерзший грунт. Строится садик зимой. Проектный даже ошибка бывает. Там ничего страшного нет. На два села мы устраняем. Детский сад построен в августе 2010-го. Только новым его назвать никак нельзя. Помимо отошедшей стены, здесь имеются и другие строительные дефекты. Вот, к примеру, на фасаде отошла штукатурка. Местами полопалась краска. Имеются трещины и по периметру здания. Отметим, что строительство этого дошкольного заведения обошлось областному бюджету в 445 миллионов тенге. Ирина Камышова, Марат Култенов, Первый Карагандинский. В Пришахтинске судят лжеполицейского. По версии следствия, он обманул несовершеннолетнего. Напомним, в феврале карагандинец вырвал сотовый телефон из рук 12-летнего мальчика и скрылся. Из зала суда наш корреспондент. 8 февраля 2017 года, примерно в 12-40 часов, Бадиченко, встретив несовершеннолетнего Аман Гильдинова, реализуя свой преступный умысел, направленный на горбеж, то есть открытое хищение чужого имущества, подошел к Аман Гильдинову, вырвал в свои руки сотовый телефон марки Samsung Galaxy, стоимостью 19 тысяч тенге, после чего сотовый телефон из сим-карты Бадиченко с места происшествия скрылся. Со слов бабушки парня Нины Петенко, на такой он пошел по вине своего отца. Тот несколько назад обманным путем завладел законной квартирой Василия. Квадратные метры нынешнему подозреваемому достались от государства после смерти его матери. На сегодняшнем судебном заседании 22-летний карагандинец свою вину признал полностью. Он раскаивался, то что сделал, вину свою полностью признаю. Но обещаю больше такого не будет. И прошел, не решает меня свободы. Маму и своего младшего брата Василий Бадиченко потерял при пожаре. Сразу после этого и родной отец отвернулся от трехлетнего сына. Я не учила ему, я не учила этому. Мне просто стыдно. И он сейчас раскаивается. Он вот-вот, вот такой стал. Не спит, не ест ничего. Ребенок должен быть. Мне просто стыдно. Он раскаивается. Он всех прощения попросил. Василию Бадиченко грозит наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Судебное заседание перенесли на 11 апреля. Тогда же вынесут приговор. Миром Гусалкин Баева, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев. Первый карагандинский. Карагандинцам предлагают внести свой вклад в борьбу с коррупцией. Финполиция объявила акцию «Народное нормотворчество». Сейчас разрабатывается законопроект, направленный на совершенствование системы предупреждения, пресечения и наказания за коррупционные правонарушения. К разработке проекта решено привлечь общественные организации и простых граждан. Для этого на официальном сайте Агентства финансовой полиции со 2 по 10 апреля будет функционировать раздел «Народное нормотворчество». Здесь каждый желающий сможет оставить сообщение с указанием своих предложений для включения в законопроект. Каждое предложение будет рассмотрено. Наиболее актуальные из них после обсуждения законопроекта будут включены в проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по совершенствованию системы предупреждения о профилактике пресечения и наказания за коррупционные правонарушения с усилением уголовной ответственности за их совершение. Прервемся на рекламу, не переключайтесь. Молочная фабрика «Натиже» представляет Новый продукт – ацидофилин Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натиже» с заботой о вашем здоровье. К другим новостям. В минувшую субботу в Долинке была угнана служебная машина скорой медицинской помощи. Прозвучал сигнал на выезд, а машины нет на месте. Врачи скоро повидали всякое, профессия экстремальная, но чтобы прямо с территории подстанции пропала машина, такое случилось впервые. Да и кому в голову может прийти, чтобы захватить автомобиль, который может понадобиться каждую минуту? Есть, оказывается, такие головы. Умом, правда, не блещут, но назвать их обычным кочаном капусты язык не поворачивается. Хотя в 20 лет можно уже научиться оценивать собственные поступки. Наружные полицейские через несколько часов в частном секторе Караганды нашли угнанную скорую помощь. Да и угонщики тоже попались. Сотрудниками полиции задержаны двое подозреваемых, одному из которых 20 лет, другому 18. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Ведется следствие автомашина и зята задержаны во двориной в изоляторе временного содержания. Четырех человек задержали сотрудники природоохранной полиции Карагандинской области за незаконную охоту на сайгаков. Возбуждено уголовное дело. Во время проведения совместного контрольного выезда по охотничьим угодиям сотрудниками природоохранной полиции и охотной инспекции была задержана четверка мужчин с расчехленными охотничьими ружьями. Они находились в 50 километрах от села Баршина Нуринского района. На месте обнаружены гильзы 12-го калибра, три упаковки от патронов и 15 тушек сайги. У девяти из них уже были спилены рога. Согласно закону Республики Казахстан, мораторий на отстрел сайги продлится до 2021 года. Так что четверке браконьеров грозит не просто крупный штраф, а ответственность за уголовное преступление. Накануне три государственных учреждения, Департамент юстиции, ЦОН и Центр по недвижимости подписали меморандум, целью которого является повышение качества обслуживания населения. Только за январь по сравнению с прошлым годом оказание услуг населению по линии органов юстиции увеличилось на 30%. Сегодня во главу угла при реализации планов по социально-экономическому развитию Казахстана ставится человек. Это подразумевает и повышение качества оказываемых услуг. Центрами обслуживания населения оказывается 113 видов государственных услуг. Только за прошлый год сотрудниками областного ЦОНа было обслужено более миллиона карагандинцев. Но вместе с тем растет и количество отказов, возвращенных на доработку документов. С этой целью ведется постоянная работа по повышению квалификации сотрудников, совершенствуется техническая база государственных учреждений. Центры недвижимости всей услуги в этом году были автоматизированы. Недавно обведена в эксплуатацию государственная база данных в реестр залога движимого имущества. Подписание меморандума предусматривает улучшение взаимодействия уполномоченных органов центрами обслуживания населения и, как следствие, повышение качества услуг, предоставляемых населению. Согласно меморандуму договора, учреждения совместно будут проводить дополнительные семинары, круглые столы, обмениться информацией. Я думаю, что мы общими усилиями должны оптимизировать процесс предоставления госуслуг для населения. Сергей Высокосов, Боржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. Мы продолжаем выпуск. С визитом по Шетску. Аким области побывал с рабочей поездкой в Шетском районе. Здесь глава региона ознакомился с работой местных органов власти, а также посетил ряд промышленных и социальных объектов. Рабочая поездка началась с поселка Агадырь. Здесь Аким области побывал в поселковой больнице и в детском физкультурно-оздоровительном комплексе. Встретился глава региона с местными жителями и активом поселка. На заседании Боржан Абдишев рассказал о ходе реализации комплексного плана социально-экономического развития этого населенного пункта. Хочу отметить, что сегодня акценты государственной политики смещены в регионы. Вы знаете, что для этого специально создано Министерство регионального развития. Приняты и реализуются ряд государственных и отраслевых программ, направленных на социально-экономическое развитие регионов. За три года реализации комплексного плана здесь были оснащены и отремонтированы местные школы, детский сад, дом культуры, восстановили ряд внутрипоселковых дорог. Приобретена спецмашина скорой помощи, медицинское оборудование для больницы, а население обеспечено льготными лекарствами. Поселок благоустроили, улицы стали светлее, зеленее, во дворах появились площадки. Более 600 миллионов тенге, именно столько выделено Шетскому району в рамках госпрограмм в этом году. Эти средства направят на строительство жилья, развитие агропромышленного комплекса, содействие сельскому предпринимательству и благоустройству населенных пунктов. Об этом рассказал областной глава на собрании актива. Здесь же была рассмотрена текущая ситуация по социально-экономическому развитию района. Конечно, в вашем регионе, как и в целом, по области еще имеется ряд немаловажных проблем. В одночасье их решить невозможно, для этого нужны огромные средства. Но планомерно и системно мы будем решать их общими усилиями, чтобы повысить качество жизни населения, как того требует глава государства. Первого апреля, кроме шуток, состоялась презентация книги Маркаска Мартбек. Ее издали друзья, родные и близкие Мартбека Токмырзы, известного журналиста Карагандинской области. Так инициаторы идеи стремятся сохранить память о нем на долгие годы в сердцах будущих поколений. Мартбек Токмырза был человеком разноплановым. Журналист, педагог, писатель и юморист. Хотя внешне всегда был очень серьезным. Его позитивную иронию к себе, к людям, которые его окружали, помогли раскрыть первоапрельские вечера юмора. И в этот раз на такой вечер собрались его почитатели. Кроме смеха, они познакомились с книжкой-новинкой, куда вошли лучшие произведения Мартбека. Это день, день открытия для себя нового казахстанского юмора или для себя казахстанской журналистики. Мартбек Токмырза всегда вольно или невольно собирал вокруг себя творческую молодежь. И этот очередной первоапрельский вечер, как всегда, прошел с высоким настроем, как дань уважения к неординарной личности. Сергей Высокосов, Воржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. О новостях спорта расскажет Берег Копаров. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы. Это Allugal. Сарарка повела в полуфинальной серии с Ариадой Акпарц из города Волск. Ариада вышла в полуфинал после тяжелейшей битвы с одним из фаворитов – Тюменским Рубином. В регулярном чемпионате карагандинский клуб сумел дважды обыграть Ариаду – 2-1 и 4-2. В этот раз Сарарка, к счастью, также оказалась сильнее. Начало матча выдалось не самым удачным. В первом периоде на гол Ильги Зануриева гости дважды ответили шайбами Шепелева и Гришина. В следующие 20-ти минутки команды обменялись любезностями, забросив друг друга по шайбе. Данилий натычился у наших. Проигрывая перед заключительным периодом 2-3, Сарочка собралась и выдала убойную игру. С самого начала хоккеисты в желто-черной форме понеслись вперед. Кокуев, Швецов и Дубль Васильева принесли убедительную победу 6-3. Ждем второго матча. 3 апреля в Караганде в спорткомплексе «Дзюдо Азия» стартует первенство области по борьбе дзюдо среди юношей 93-94 годов рождения. В соревнованиях примут участие более 120 спортсменов из Тимиртау, Балхаша, Жесказгана и других регионов области. На этом у меня все. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского 4206-49. Звоните, делитесь интересной информацией. Не забывайте посещать наш сайт в интернете. Адрес на экране. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Сау-бом-здар. Субтитры подогнал «Симон»!